В преддверии Нового года мы с вами говорили, что от каждого из нас зависит безопасность нашего отдыха. Требования Роспотребнадзора соблюдали не все. Проверки показали, каждое десятое заведение в новогодние праздники нарушило антиковидные меры. Опять в связи с тем, что есть снижение заболеваемости, опять начинается история с тем, что несоблюдение масочного режима, несоблюдение режимов, связанных с наличием термометрии, где-то достаточно вальяжно проверяют QR-код на входе. С завершением каникул перестали действовать временные послабления для общепита. Заведения уже вернулись к сокращенному режиму работы. Будут ли дальнейшие послабления, станет известно на следующей неделе. Все зависит от уровня заболеваемости коронавирусом в республике. Дальнейшая судьба послаблений, она зависит от следующей недели. Будем наблюдать, смотреть. В новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч туристов. Работали больше 300 гостиниц, хостелов и бас отдыха. Загрузка на 90%. Популярностью пользовались резиденции Хашбабаеварском районе, Свияжский и Раистский монастырь. При этом, как подчеркнули в Доме правительства, турпоток по сравнению с прошлым годом снизился. В прошлом году, возможно, Казань была практически единственной опцией, где можно было отметить Новый год до трех часов утра, например. В этом году ситуация по всей России была чуть-чуть получше, поэтому люди путешествовали не только в Казань, но и в другие города. 123 человека оштрафованы за салюты в неположенном месте. Это печальная новогодняя тенденция. Травмы от петард и фейерверков получили пять татарстанцев, в том числе один ребенок. У всех, как правило, это ожоги кистей рук, либо головы. Наибольшее количество случаев применения пиротехники были выявлены традиционно в городах. Город Казань, Зеленодольск, Наймчелны, Чистополь, Младыши, Лабуга, Верхнеуслонские, Альмитские муниципальные районы. На 20% меньше по сравнению с прошлым годом произошло пожаров. Семь человек погибли, шесть получили ранения. Так прошли новогодние каникулы в Татарстане. К слову, главную елку республики начнут разбирать уже на следующей неделе. Но до этого в Казани праздничные мероприятия продолжатся. А потому экстренные службы просят гостей быть бдительными и беречь себя. Рамиль Галиуля, Данил Филатов, ТНВ, Казань.